Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. В текущем видео буду выполнять расклад по вашей заявке, а именно, что у него с соперницей сейчас в отношениях. Здесь вы можете смотреть этот расклад, вне зависимости от того, вы являетесь в роли супруги, либо в роли любовницы. Мы будем просто рассматривать в целом ситуацию, что, скажем так, у вашего мужчины в отношениях или в жизни, если они уже живут, да, с вашей конкуренткой. Могут ли смотреть этот расклад мужчины? В принципе, можете позиционировать на себя, да, подстраивать под вашу ситуацию, смотреть, как проиграется. Безусловно, я напоминаю, что этот расклад общий, он не может однозначно проиграться для всех, именно один в один в вашей ситуации. У вас очень много смотрящих, поэтому все моменты, все аспекты нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Плюс, помимо прочего, точность расклада зависит от вашей интуиции. То есть, правильно ли вы выбрали свой вариант, насколько интуиция в принципе у вас работает, ну и с тем, как вы потом сопоставляете, как проигрывается. Единственное, я сразу хочу сказать о том, что когда вы слушаете расклад, слушайте, пожалуйста, его внимательно, потому что зачастую получается, что вы меня слушаете, но не слышите, а потом пишите глупые комментарии, по типу, как вы карты не показали, либо вы не увидели, что там есть жена. Но если я озвучиваю, что вы любовница, ну, наверное, априори там есть жена, да? Поэтому, чтобы, ну, просто на такие глупые комментарии я, в принципе, не буду тратить время и отвечать. Сегодня, значит, смотрите, как мы работаем. Четыре колоды у вас на выбор. Каждый выбирает то, что ему приглянулось. Я единственная для тех, кто является тарологом, либо тароманом, либо коллекционером, покажу колоды, которые у нас сегодня в работе, дабы тоже, как бы, потом вам не отвечать в комментариях. Итак, первая колода у нас Таро Кельтов. Я вам сейчас буду всем показывать, немножечко отсвечивать. Ну, покажу вот здесь так, максимально далеко, так как у меня поставлена камера, дабы ее не задеть. Ну, вот, все колоды, которые сегодня у нас представлены в работе издательства Левелин. Вторая колода у нас с вами мода Спеллкастерс Таро. Скажем так, в нашем аналоге называется Таро Таинственного Заклинателя. Третья колода – это Таро В Стране Чудес. Вот, Таро Алисы, да? Под редакцией Барбары Мур. Так, и последняя, четвертая колода – это у нас Таро Зеленые Ведьмы. Вот, посмотрите, пожалуйста. То есть, ну, я думаю, у многих из вас эти колоды есть, да? Если вот Ароман, либо Таролок, или Петиль. Для тех, кто, например, не знает, то есть я вам ситуацию озвучила, можете смотреть на рынке, да, и присматривать для себя данные экземпляры. Итак, я надеюсь, вы уже настроились на расклад. Сейчас я уберу лишние колоды, которые у нас не участвуют в работе, дабы они нам не мешали. И, как всегда, мы с вами начнем с первого варианта. Так, как всегда, что от вас требуется? Расставьтесь. Настройтесь на расклад, проговаривайте ваши имена, даты рождения, ну, если вы знаете, да, касаемо вашего партнера. Визуализируйте вашего мужчину. Если вы знаете хоть какие-либо данные у вашей соперницы, тоже идеально, если, скажем так, вы ее представите, либо проговорите. Так, ну и будем смотреть, что же у вас здесь. Итак, что происходит в отношениях у мужчины с соперницей для тех, кто выбрал первый вариант? Итак, поехали. Вот, давайте посмотрим. Объясню сразу, почему я выкладываю рубашкой вверх, дабы не сбить поток информации. Это делается для того, что когда вы уже видите перевернутые арканы, вы сразу, скажем так, можете влиять информативно на колоду и, знаете, как бы устраивать неправильную линию либо прочтения, либо в целом неправильную линию выкладки карт. Ну, то есть, например, если вы видите, что первые карты, например, пошли негативные, либо позитивные, то есть вы уже строите логическую цепочку. Поэтому мне легче так. Сначала выложила, потом все перевернула и начинаем с вами смотреть, что к чему. Требя сразу немножечко поясняю принципы своей работы. Да, на это уходит время, но тем не менее мне это помогает в работе. Все арканы я вам, безусловно, буду подносить, вам все будет видно. Также напоминаю, что я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. В колоде их 50 на 50, поэтому как падают карты, так, собственно, здесь и будет развиваться ситуация. Итак, давайте смотреть, что же здесь у вас со стороны вашей соперницы по отношению к вашему партнеру. Смотрите, на текущий момент ситуация не очень сладка, потому что по этой карте четко идет аспект, знаете, желание, ну, вот, склеить что-то из осколков, потому что они ладятся, и она однозначно это понимает и не знает, как удержать эту ситуацию. По той простой причине, что, во-первых, у барышни здесь может прослеживаться меркантильный интерес. Если здесь меркантильного интереса нет, то просто, знаете, с позиции комфорта и потребительства. Нужен этот ей мужчина, не знаю, для статуса, для решения своих проблем, либо в целом для удовлетворения своего эго или самолюбия. Потому что вот здесь эти отношения она не вытягивает, но слишком они для нее эмоционально тяжелые, не тянет она этот груз. И вот как показывает карта с ее стороны, барышня тоже-то не особо простая, потому что вот смотрите по этой карте, я так говорю, либо ситуация предательства, либо жизнь на два двора. По той простой причине, что у этой женщины есть еще варианты. Семерка кубков, карта трудного выбора, перевернутая семерка мечей и жизнь на две семьи. На текущий момент, что у нее падает в действиях, это попытки каким-то образом сгладить в их взаимоотношениях вот эту вот бурю страстей, потому что, скажем так, тоже друг друга они, ну не то, что там, скажем так, пообгрызли, да, но тем не менее пообтесали. И что у нее в ожиданиях, сейчас мы посмотрим. Падает, собственно, карта перевернутый отец, либо он называется перевернутый, ну как карта перевернутого императора. Она понимает, что с этим мужчиной будет очень тяжело, потому что он будет контролировать ее абсолютно во всех аспектах, будет ее задавливать, будет ее продавливать. Ну понимаете, это человек, который полностью угнетает и нивелирует ваше Я. Не готова она пока к этому. Это, знаете, развить эти отношения просто, я говорю, да, с целью каких-то своих корыстных мотивов, но я не вижу, чтобы здесь даже с ее стороны уже шли какие-то планы на создание семьи, либо здесь были чувства, либо здесь была бешеная страсть. Теперь вот давайте посмотрим карты вашего товарища. Что же здесь? Ну, во-первых, начнем, что это карта непостоянного любовника, потому что здесь как страсть быстро вспыхла, так она быстро сходит на нет. И на текущий момент здесь они либо в ссоре, либо они расстались в целом, потому что перевернутый рыцарь мечи указывает на ситуацию, когда мужчина может не просто уйти и бахнуть дверью, это какой-то серьезный такой скандал, где может наговорить еще лишнего. Что касаемо подсознания, ну, по аркану дьявол, здесь все было завязано на сексе, на сильной вот такой, либо ситуация зависимости, если зависимы они могли быть. Единственное, сейчас я дотяну, скажем так, карты, спрашивайте на вашем товарище негатива и привязки, потому что некоторые карты с его стороны меня смущают. Ну, понимаете, пробитая энергетика здесь есть, но туз кубков-то, дело в том, что перевернутый. Поэтому и четверка мечей, просто ситуация застоя. Нет, я не вижу здесь перевязок с его стороны на текущий момент. Здесь ситуация какой-то паузы, либо их общение, либо их отношения не развиваются. Тем более смотрите, что здесь дальше. Он желает контролировать ситуацию в отношениях, желает ими управлять, направлять в то русло, которое ему выгодно, которое ему удобно. И в действиях, вот смотрите, это карта победы, потому что здесь человек чувствует, что он на коне и будет развивать эти отношения так, как ему удобно. Единственное, что по этой карте, это может быть падать ситуация поездки, переезда, либо может быть совместной поездки. Сейчас этот момент уже буду, скажем так, уточним, чтобы здесь наверняка мы с вами знали ситуацию. Почему здесь стремится ваш мужчина по отношению к вашей сопернице? Ну могу вам сказать так, вот сейчас они в ссоре, либо общении, отношений нет. Есть желание, скажем, возобновить эту связь. Объясню по той простой причине. Смотрите, у него в скрытых мотивах королева кубков. Первое, на первое, это сигнификатор любовницы, это раз. Во-вторых, если это женщина стихии, ну вот водная стихия, да, рак, скорпион или рыба, то она и так здесь проигрывается. Ну и что здесь в принципе происходит с его стороны? Он готов закрывать глаза на происходящие какие-то моменты, либо конфликты в их взаимоотношениях, потому что данный аркан указывает на перемирие, невзирая на здравый смысл. То есть он будет стремиться. Почему будет стремиться? Вот на текущий момент карта перерождения, здесь она в перевернутом положении указывает, что люди расстались, либо не общаются, либо общение прекратилось. Вот с его стороны будут сподвижки каким-то образом вернуться в эту связь. Но поймите, это никаких результатов не принесет. По какой причине, мы сейчас, конечно, уточним. Но перевернутая двойка кубков, да еще и на итог здесь падает перевернутая десятка кубков, эти люди уже вместе не будут. Карты вы видите сами. Давайте я посмотрю все-таки, по какой причине. Мы сейчас вот так с вами разложим. По какой причине? Начнем с того, что... Сейчас я так выложу карту, вам будет понятно. Здесь произошло крушение планов и надежды. То есть, скажем так, эта партнерша, либо эта женщина не оправдала надежд мужчины. То есть, знаете, как может быть рисовала себе какие-то высокие радужные замки, а по факту все оказалось как мойный пузырь. Поэтому, как следствие, вот здесь перевернутый, повешенный, это желание выйти из состояния жертвы, этими отношениями пожертвовать. По той простой причине, что шестерка кубков – это карта ностальгии. Это карта привязанности к человеку, возможно, к вам, да, из прошлого. Поэтому человек, то бишь ваш мужчина, пожертвует отношениями с соперницей. Надеюсь, вас это порадует. Пусть будет так. Так что вот таким вот вышел первый расклад. Пишите, пожалуйста, впоследствии, проигрался он у вас или не проигрался. Я очень ценю ваши комментарии. Особенно то, как вы описываете детально, как проигрывается это в вашей жизни. Для меня это, правда, очень значимо. Так, теперь переходим ко второму варианту. Для всех тех, кто выбрал второго современного заклинателя, начинаем работать. Итак, пожалуйста, визуализируйте себя, своего мужчину. Проговаривайте ваши даты рождения, если вы знаете на своего товарища. И если вы знаете какие-либо данные на свою соперницу, тоже проговаривайте, озвучивайте, либо ее визуализируйте. Так, и будем смотреть. Так, и будем смотреть. Итак, объясняю, почему выкладываю так карты, дабы, скажем так, сразу не шел поток информации, а видеть, скажем, карты в целом, да, и читать их диагонально. Сейчас я переверну все арканы. Для тех, у кого это занимает много времени, пожалуйста, вы можете это перемотать. Но мне так проще и легче работать. Так, давайте смотреть второй вариант. Итак, смотрим, что происходит со стороны вашей конкурентки по отношению к вашему мужчине. На текущий момент ситуация тупика, потому что она понимает, что есть конкурентка, она хочет выйти из ситуации тупика. На текущий момент, видимо, у нее это получается, потому что, вот видите, она себя чувствует замечательно. Шестерка жезлов, карта победителя. То есть за собой увела мужика. Повела, во всяком случае. Что у нее в подсознании? Здесь падает король жезлов. То есть особенно проиграется для тех, у кого мужчина овен и стихи, овен, лев или стрелец. Либо же мужчина сам по себе темпераментный, харизматичный, такой вот яркий, напористый, страстный. То вот это как раз все о нем. Она, в подсознании для нее, действительно, это мужчина идеал. Ну, то есть она вот такого хотела, такого себе нафантазировала, к такому стремилась. Что в планах? Она понимает, что здесь, скажем, особенно для тех людей семейных, семья мешает для развития отношений. И на текущий момент построение семьи здесь вообще не вариант, как бы она к этому не стремилась. Поэтому здесь по девятке кубков она соглашается на формат интимных отношений без обязательств. Почему? Потому что она понимает, что здесь все идет по страсти. Но, тем не менее, это может быть каковременно. Почему? Потому что даже по факту, несмотря на эти взаимоотношения, каждый из них живет свою жизнь своими планами, своими целями. Сама по себе ситуация, знаете, как взаимного одиночества. Если смотреть карты со стороны вашего мужчины. Здесь в мыслях проходит ситуация ревности. Мы сейчас смотрим не с позиции характеристики карт двора, да? Кто здесь эта женщина? Мы смотрим в плане отношений. Что же в чувствах? Если он король Пентаклей, здесь отыгрывается, то мужчина в этих отношениях думает только сам о себе. В целом, король Пентаклей всегда просто указывает на мужчину семейного. То есть чувств, я, конечно, сейчас дотяну, но я, скажу честно, со стороны вашего мужчины чувств я не вижу. Здесь сплошной воды потребительства. Нет, чувств нет. Видите, духовная бедность. Плюс здесь может быть еще ряд материальных проблем, которые только усугубляют ситуацию. Что же касаемо подсознания, вот здесь нежелание работать над этими отношениями, в них вкладываться, либо идти на компромисс, каким-то образом взаимодействовать. То есть чувств и страсти здесь нет однозначно. Теперь смотрите далее. Что вот у него в планах? В планах. Вот ситуация, выйти из ситуации застоя, потому что повешенные перевернуты, скажем так, разрубить этот Гордеев узел. Почему? Да потому что в этих отношениях уже полная скука и рутина. Настолько заела какая-то вот, либо люди присытились друг к другу, либо заела бытовуха. Потому что в данном контексте карта указывает на тот факт, что все, наскучила, надоела. В скрытых мотивах здесь может связывать каким-то образом, ну еще как общие интересы. Но карта умеренность, это знаете ровно, ну не чувств, не страсти. И более того, вот если смотреть его ожидания, здесь падает правосудие. По правосудию я сейчас дотянула, но в связке с умерением очень часто здесь могут быть эти мысли о расставании, либо о бракоразводном процессе. Давайте дотянем. Что же здесь? Ну вот на текущий момент здесь человек может заниматься ситуацией слежки, собирать информацию, как ему поступить, да, прощупывать почву. И здесь еще, знаете, в чем загвоздка? А пока он, возможно, не решается на разрыв, потому что не желает делиться вместо нажитое. Слишком много вкладывалось, например, в эти отношения, теперь сложно от этого отказаться. Но понимать, что эта ситуация неизбежна. Ну то есть, хорошо или плохо, но тем не менее, да. Далее, что мы смотрим здесь? Ну, у нас смерть перевернутая, простите, перевернутая восьмерка кубков. Так или иначе, отношения здесь будут разрушены. Почему? Потому что здесь вот падает карта королева кубков и перевернутая шестерка мечей. Ситуация тупика. Как бы здесь женщина ни старалась, ни вкладывалась, ни пыталась эти отношения развивать, но здесь пусто. Единственное, что могу сказать, по семерке мечей, я не вижу здесь окончательного разрыва, скажу вам так. Ну, по крайней мере, на ближайшие полгода будет ваш товарищ жить на два двора. Посмотрю сейчас, что у них в принципе, в перспективе. Будут ли они вместе? Давайте так зададим вопрос. Но то, что, скажем так, от нее не уйдет в рамках ближайшего полугода, это факт. Потому что либо здесь связывают родственные связи, либо дети. И будут какие-то попытки возобновления отношений, например, из-за детей, либо из-за давления родственников. Хотя, я вам скажу так, мужчина из семьи здесь не уйдет, либо из-за этих отношений, но будет гулять налево по черному. Так что, ну, если вас потешил только тот факт, что там все ровно, там все пусто, нет ни чувств, ни страсти, я даже не вижу там, знаете, как, желание каким-то образом вкладываться в эти отношения, то пусть это вам будет таким вот приятным бонусом. Так, ну, а теперь мы переходим к третьему варианту для тех, кто выбрал колоду Таро в Стране Чудес. Работаем с вами по той же схеме. Визуализируйте, пожалуйста, вас, вашего партнера, если вы знаете соперницу, проговаривайте ваше датое рождение и будем смотреть. Итак, как ваш мужчина относится к сопернице, как она относится к нему, что у них на текущий момент происходит во взаимоотношениях и перспективное развитие. Так. Так. Ну что, давайте смотреть. Сначала я выложу все карты. Так. Объясню, почему сначала выкладывала рубашка вверх, а потом переворачиваю, дабы сразу не пошел поток информации. Если вам, скажем так, сложно подождать, можете просто перемотать. И уже прослушивать непосредственно. Так. Ну что, давайте здесь смотреть. Начинаем с карт ваших соперниц. На текущий момент у нас здесь ситуация зависла. Я не вижу, чтобы их отношения развивались. Почему? Потому что здесь по этим картам видно, что в целом она надеется на ситуацию примирения. Здесь либо какое-то напряжение, либо они в ссоре. И о чем говорят карты? Вот здесь у нее, знаете, как для нее карта потери, карта утраты. Потому что, ну вот, то напряжение, либо та ссора, либо тот разрыв, который произошел, она очень сильно об этом сожалеет. Что здесь падает дальше? На текущий момент, смотрите, может указывать на семейную женщину, либо на ее стремление вступить в брак с вашим мужчиной, например, если они не в отношениях. Но здесь на текущий момент опять же ситуация колебания и ситуация выбора. Понимаете? Почему ситуация выбора? Потому что здесь она падает к вашему мужчине как любовница. И тайна станет явным. Она почему-то еще очень сильно по этому поводу переживает. Но вот если смотреть, если у вашей барышни чувства к вашему товарищу, то здесь могу сказать однозначно да. То есть действительно как бы есть эмоциональная тяга, она бы хотела эти отношения развивать. Ну, во всяком случае, стремиться к этому. Что падает со стороны вашего мужчины? На текущий момент ситуация обмана, ситуация неверности. Здесь человек недосказывает и свои мысли, чувства и планы. Ну, ситуация манипуляции. Потому что, собственно, здесь об этом и говорит карта мага. Единственное, о чем говорит карта, вот сопутствующая в подсознании, идет, ну, как вам сказать, желание этот кризис преодолеть. Но не с целью, скажем так, развивать эти отношения до семьи. Здесь карта духовной бедности. Могу вам сказать, что здесь происходит у него. Ну, во-первых, как, например, как супругу, он ее больше уже не воспринимает. Например, даже если она в статусе супруги. если это любовница, то эта женщина так вроде любовницы и останется. Потому что, видите, перевернутая императрица. Ну, касаемо перевернутой императрицы, здесь в целом я не вижу, чтобы мужчина стремился к каким-то серьезным взаимоотношениям, либо пытался в целом их развить. То есть, например, если это у супруга, то все идет поровно. Если все-таки женщина в статусе любовницы, а здесь падала именно так, то я не вижу здесь подвижек. Почему? Потому что здесь падает перевернутый король Пентакли. Мужчина, который уже, скажем так, имеет постоянную партнершу, но при этом гуляет налево. Об этом, собственно, говорит в скрытых мотивах девятка кубков. Это карта связи антипного характера на стороне. Но, поймите, мужчины здесь четко с позиции своего эгоизма. Потому что в данном случае перевернутый король Жезлов, ну, это не могу сказать, что отношение кратковременного характера. Нет. Но без стремления скажем так, создать что-то здесь такое базовое, серьезное, либо с перспективой на будущее. Это все идет по страсти. Вот вам ваша ситуация любовного треугольника, тройка кубков и вашего товарища здесь, в принципе, все устраивает. Почему? Потому что вот, что происходит у них на текущий момент. Страсть, все кипит ручью. Помимо всего прочего, вот он держится. Четверка Пентакли, это накопление карта Плюшкина, и более того, ваш товарищ не собирается ни вправо, ни влево. Он будет сидеть на месте и, как этот хитрый кот, развивать отношения с одной, со второй. Вот по третьему варианту я могу сказать так. Женщина здесь и останется в статусе любовницы, и отношения эти будут длиться и дальше. Сейчас я посмотрю, к чему они здесь, в принципе, приведут. если смотрит здесь если смотрит здесь непосредственно любовница мужчина женат, то могу вам сказать так, он останется женой, но при этом будет гулять с вами. Вот так, перспективы развития. Первый же аркан у нас падает. Ну вот, как я говорю, карта измен. Я не вижу здесь разрыва. То есть, поймите, мужчина с вашей соперницей отношения не разорвет. Он так и по-прежнему останется в отношениях с вами. Это называется и рыбку съесть, и все остальное. То есть, и к вам, и к этой мадам. Но, к сожалению, как падает. Так, ну и для тех, кто у нас выбрал последний, четвертый вариант. Это розелённая ведьма. Начинаем работать. Значит, ситуация та же. Проговаривайте имена. Если вы знаете, проговаривайте даты рождения. Визуализируйте себя, партнёра. Если знаете какие-то данные на любовницу, тоже это озвучивайте для себя. Ну и настраивайтесь на работу. Так, что происходит во взаимоотношении мужчины с соперницей для тех, кто выбрал четвертый вариант. «Сталинка» «Аминь» «Я не могу сказать, выжав. » «Аминь» «Аминь» «Играция». Итак, давайте смотреть. Итак, я сначала переворачиваю арпаны. Если вы не хотите тратить свое время, можете перемотать. Для чего выкладываю рубашку вверх, дабы настроиться на поток информации. Мне, во всяком случае, так легче работать. Так, ну давайте смотреть, к чему же здесь все идет. Итак, смотрим со стороны вашей соперницы. Ну здесь могу сказать однозначно, карта шанса. Здесь карта решить, кстати, тут именно еще и меркантильный интерес. Потому что потозупен так, это, знаете, как желание зацепиться. Что-то от этих отношений отжать. Потому что если смотреть ее чувства, вот на текущий момент, то здесь это желание, скажем так, раздать себе руки и ноги при помощи этих отношений. Давайте сейчас посмотрю, каким конкретно методом, чего она здесь пытается... Ой, простите, не дугал, не дугал, вот вы взяла. Что здесь, что здесь. Ну здесь я могу сказать так. Либо ваша мадам будет здесь магичить, чтобы удержать товарища. Но поймите, здесь не с целью любви. Я не вижу, потому что с ее стороны чувств. Потому что, смотрите, у нее в подсознании ситуация агрессии, ситуация мести. Возможно, здесь мужчина от нее ушел. Либо они на текущий момент в ссоре. Потому что если смотреть карты, вот, у нее в планах. Да, по сути, она как бы и не ждет его возвращения. Это здесь политика и желание реванша. Потому что вот в действиях отношения завершены, закончены. Тем более мужчина гуляющий. Она, наверное, прекрасно это понимает. И вот здесь у нее в скрытых мотивах. Вот если в классике. Это карта силы. То есть здесь, вот видите, старуха с альбом. Это, скажем так, своим напором, своим магнетизмом держать мужчину подле себя. Сама у нас эта ситуация справиться не может. Поэтому будет пытаться, скажем так, вашего товарища удержать при помощи негативного воздействия. Давайте теперь смотреть вашего мужчину. Что же здесь? Ну вот. Начнем с того, что здесь мужчина. Вот видите, сама по себе ситуация обряда. Возможно, уже на него провели обряд. Мозг его затуманен. Вот из-за этого у него в чувствах ситуация тупика. Человек не может выбрать. Почему не может выбрать? Это потому что вот подсознание у него перевернутая королева мечей. О чем это говорит? Во-первых, эта ситуация указывает на воздействие. Это раз. Да потому что, даже вот посмотрите здесь, видите, арта ведьмы. Если не привязываться к негативу, отбросим все вот эти установки, то что здесь? Человек пытается прощупать почву. Нужны ему эти отношения или нет. Как бы вызывает, может быть, к высшим силам, к своему подсознанию, к интуиции и так далее. Ситуация тупика. На текущий момент здесь происходит, знаете, из этих отношений соперница не выходит с позиции комфорта. Желает этими отношениями манипулировать, но не получается. Потому что перевернутые пожезла тут больше манипулируют им. Ну и как следствие, вот, семерка мечей перевернутая, видите? Это желание вернуться к бывшей партнерше, то бишь к вам. Потому что вот, если смотреть его скрытые мотивы в отношении партнерши, человек желает уйти. Но дело в том, что, понимаете, ваша-то барышня непростая. И вот эта вот перевернутая семерка мечей, которая здесь падает, то это желание вернуться к вашему партнеру, ну, с целью, скажем так, отблагодарить его за все хорошее. Потому что это карта кратника. Так, ну давайте смотреть, что же здесь происходит на текущий момент. На текущий момент ситуация пущена на самотек. Никто здесь никаким образом не взаимодействует эти отношения, особо там как-то и не развивает. Потому что вот здесь перевернутый рыцарь Жезлов указывает на то, что страсть здесь прошла. Нет больше сексуального влечения, нет больше тяги. Почему? Потому что пошло разочарование. Перевернутая семерка копков, это когда все, упали розовые очки, либо человек увидел истинную картину, что представляет из себя вот эта вот ваша соперница. И пошло разочарование. Ну, как бы не такая она классная, распрекрасная, как мне казалось. И вот теперь, видите, двойка Жезлов. Человек на перепуте. Ну, давайте же смотреть, почему здесь это все дело придет и приведет. Каковы перспективы их связи? Ну, каковы перспективы их связи? Что мне вам сказать? Ситуация, как бы, мести, она здесь сыграет, видите? Правосудие перевернутое. Король Жезлов, ой, простите, девятка Жезлов. То, что мужчина вас каким-то образом будет подстраивать в барьер, будет от него закрываться, потому что захочет выйти из этих отношений. Но я не вижу, чтобы он из этих отношений вышел. Издействуйте, вашему мужчине очень сильно ударит это по финансовому каналу. Так что имейте это в виду. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, здесь у вашего товарища начнутся серьезные проблемы с деньгами. Потому что вот падает перевернутое правосудие, и здесь вот падает Король Пентакли. Но все же, каким-то образом. Давайте еще все-таки задам вопрос. Так, что здесь? Сам мужчина так к чему будет стремиться? Все-таки выйдет он или нет? Куда он там выйдет? Никуда он не выйдет. Короче, девочки, сделали вашему товарищу, сделали хорошо. Поэтому, если вы надеете, что этот связь будет разорвана, либо он из этих отношений выйдет, к сожалению, пока нет. Вам нужно его будет счищать. Так что, как падает. Вот так вот. Надеюсь, расклады для вас были полезные, информативные. Пишите мне, пожалуйста, последствия в комментарии, как они у вас проигрываются, либо не проигрываются. Я всегда ценю вашу обратную связь. Она для меня очень значима. Ну а для тех, кто хочет заказать индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.